Более сотни школьников попадают под колёса автомобилей в России каждый день. А в сентябре эта цифра увеличивается почти вдвое. Чтобы избежать подобных ДТП, сотрудники госавтоинспекции проводят профилактическую акцию «Безопасный маршрут». Основной задачей этого мероприятия – научить ребёнка правильно, безопасно добираться самостоятельно, потому что сейчас дети уже с первого класса, в основном многие самостоятельно добираются из дома до школы. Показать им правильный маршрут, безопасный маршрут из дома. В познавательной прогулке приняли участие более 20 первоклассников из 13-й школы. Маршрут сотрудники госавтоинспекции продумали заранее и выбрали тот участок дороги, которым дети пользуются каждый день. Участники безопасного маршрута колонны прошли по намеченному пути. Нет машин? Дорога переходим. Сотрудники госавтоинспекции показали детям, как переходить проезжую часть по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам. Рассказали, как нужно и как нельзя вести себя на дороге. Когда нужно переходить дорогу, нужно всегда посмотреть по сторонам и посмотреть на светофор, когда появится зеленый цвет. Полезная была информация тем, что правила дорожного движения очень важны для человека. И всегда люди должны их соблюдать. На сайтах школы размещены схемы маршрутов. По ним родители и дети могут найти уже построенный безопасный путь передвижения дом-школа-дом. Вместе с классными руководителями на неделю безопасности и в целом течение учебного года прорабатываем этот вопрос. Каким образом мы родителей просим разместить данные листы у детей в дневниках и каждый день оттренировывать данный маршрут. Приходя от дома до школы, от школы до дома, именно по нему в избежание дорожных и транспортных происшествий. В октябре сотрудники госавтоинспекции проведут совместно со школьниками месячник «Засветись». Детям расскажут о важности светоотражающих элементов на одежде.